Третье. Смотрите, когда логично. Завтра, кстати, в Могилеве пройдет большое футбольно-культурное событие. Вот свой футбольный сезон 2021 будет закрывать могилевская команда артистов по футболу «Днепр Старс». Подробнее о прошедшем футбольном сезоне и, конечно же, о предстоящем празднике мы решили поговорить с капитаном команды, белорусским певцом и футболистом Павлом Любченко. Доброе утро, Павел. Доброе утро. Спасибо за приглашение. Я вижу у вас тут обновление студии. Нравится? Очень здорово. Здесь можно даже и с мячом погонять, и чеканку обновить. Конечно, буду чаще к вам наведываться. Хорошо, ждем с нестерпением. Ну, а пока давай о событиях, которые произойдут уже завтра. Итак, сколько игр провела команда «Днепр Старс» вот в этом сезоне? Насыщенный был сезон, кстати, несмотря на пандемию. Мы решили, конечно, больше внимания уделить детским лагерям. То есть мы проехали с акцией «За здоровый образ жизни» и «Процветающую Беларусь». Ну, как минимум по десяти лагерям. Не только Могилевской области, но также Минской и Гомельской. Все-таки вышли на республиканскую. Да, да. Молодцы. А какая игра больше всего запомнилась? Ну, конечно, особое ощущение, когда приезжаешь к деткам, и они видят взрослых футболистов. Взрослых дядек, которые гоняют свечом. Иногда мы позволяем выигрывать себя, но это вообще феерия, эмоции просто. И, конечно же, фишка – это наша концертная программа, которая очень нравится детям. Там мы не только поем, мы еще показываем силовое шоу, цирковые номера. Дарим очень много подарков и радости детям. В прошлом году ты организовал первое футбольное шоу. Что ждать в этом году? Есть какие-то новые творческие планы? Ну, не совсем так. Мы просто широко отметили свою юбилейную дату. Десять лет – это на стадионе «Спартак». А сейчас мы просто решили завершить сезон таким образом, пригласив легендарную команду «Непр Могилев». Это Юрий Лукашев, Эдуард Болтрушевич, Капов, да. А, Калачев, ну и так далее. То есть я хочу, чтобы наши ребята, будущие футболисты знали своих героев. Потому что вот приезжаешь, например, в какой-то детский лагерь, да. Вот хочу как Роналда или Месси играть. Ну, хотелось бы, чтобы наших немножечко знали и помнили. Потому что сейчас это тренерский состав, да, ветераны тренируют наше поколение молодое. И я хочу, чтобы они знали и перенимали опыт. Ну, а во времена БССР команда Беларуси гремела тогда на весь Советский Союз. А что же в времена БССР возвращаться? Я помню тот легендарный матч Днепра, за которого болели, наверное, не то, что вся Беларусь, но полмира. И билеты, на которые невозможно было достать. И даже люди, которые были абсолютно далеки от футбола, в том числе и я, тоже попали на этот матч. Но давайте вернемся все-таки конкретно к этому футбольному, концертному, развлекательному шоу. Где, когда, во сколько оно начнется? Значит, это футбольный крытый манеж Якубовского 15А. В 15.00, 23 октября мы ждем всех желающих. Конечно же, все меры эпидемиологические предусмотрены. У нас будет специальная рассадка, санитайзеры, где можно будет обработать руки и так далее. Яркое будет концертное шоу. Не забегай вперед, мы еще с футбольным разобрались. Но хорошо, вы сыграете с ветеранами. Потом будет, как и на юбилее, то есть какая-то концертно-цирковая программа. Ну, не то, чтобы цирковая. Во-первых, у нас будут гости из Камеруна. Да, у нас пополнение присоединились. Они, кстати, также являются творческими людьми. Будут петь свою какую-то национальную песню. И мне это очень понравилось. Я пригласил их выступить. А что, будет песня о любви? Паша, пока. Да-да-да, но это секрет. Хорошо. Что касается концертной программы. Ну, да, выступления футболистов-артистов из Камеруна. Они же будущие инженеры. А может и нет. Хорошо. Паша, а ты что приготовил? Ты любишь всегда удивлять. Да, у нас будет очень интересный дуэт с Олегом Черным. Не буду раскрывать карты. Как всегда. Совместный номер. Потом еще у нас будет классный номер у Петра Вольченко. Он же у нас баянист. Виртуоз. Виртуоз Беларуси. Одним словом, 23 октября, 15 часов, крытый футбольный манеж. Могилев ждет в гости. Ждем всех неравнодушных к спорту и творчеству. Спасибо большущая. У нас традиция, ты сам знаешь, начинается новый рабочий день. Типа, вообще утро, пятница. Прошу. Ну, я хотел бы своими словами из песни обратиться к вам. Только лишь любовь согреет нас, защитит от вьюг и в самый трудный час. Всем удачи, дорогие друзья. А главное, крепкого иммунитета. Спасибо. Браво. Спасибо большое. Павел, да, всегда найдете возможность для того, чтобы исполнить какую-то хорошую песню. И очень надеемся, что завтра как можно больше могилевчан и гостей нашего города смогут услышать исполнение вживую на закрытии футбольного сезона. И не забывай, ты обещал презентацию песни и новый клип. Да. Ну что ж, давайте продолжать наше утро, оно самое лучшее.